Друзья, всем привет! Остались у меня после стройки вот такие замечательные палеты. На них были пеноблоки, и естественно, выкидывать такой материал я не собираюсь. А лучше сделаю полезную самоделку, которая нужна как в строительстве, так и в быту. Например, для гаража, мастерской или на улице. В общем, заношу их в мастерскую и начинаю дербанить. Мне нужны будут доски, они здесь 80 на 25. И, кстати, неплохие бруски в этих палетах. Использую куда-нибудь потом. Использую куда-нибудь. После раздербанивания нужно вытащить все гвозди из досок. Готово. Теперь берем 4 доски и к торцовочной пиле. Выставляем на ней 15 градусов и торцуем доски под этим углом. Если нет торцовки, то можно и ножовкой отпилить. Теперь укорачиваем до 800 миллиметров эти 4 доски и 4 другие, которые не запилены под углом. Размер 800 миллиметров я взял для своего удобства. К этим размерам привязываться необязательно и можно подобрать под себя. Теперь все надо скрутить и собрать. Для этого отступаем от низа произвольное расстояние и скручиваем пока на один саморез. Вверх скручиваем без отступа и тоже пока на один саморез. После выставляем диагонали и скручиваем уже намертво. На второй части делаем то же самое, но только нижнюю планку прикручиваем на то расстояние, что и на предыдущей и плюс ширина доски. Получится две вот такие рамки, которые надо соединить петлями. Готово. Наверх прикручиваем вот такую доску. Так как у меня палет состоял из досок 80 на 25, то мне понадобилась доска шириной 100 миллиметров, чтобы полностью перекрыть верх. Но это чисто для эстетики что ли. Да и плюс у меня было как раз таких пару кусков. Тут длину этой доски сделал 900 миллиметров и прикрутил ее к одному краю или к одной рамке. Дело осталось за малым. Надо прикрутить тросик для усиления устойчивости. Ну и как страховка. Продолжение следует... Вы, думаю, уже поняли, что это получился складной строительный козлик. Мой вес в 70 кг держит спокойно. Стоит устойчиво и он очень легкий. Но весь потенциал раскрывается при наличии двух и более таких козликов. Расставив их на некотором расстоянии друг от друга и положив между ними доску или доски, можно в одно мгновение сделать вот такую подмость. Также удобно работать с длинной доской на таких козликах. Я много искал в интернете удачную конструкцию козликов и остановился на этом варианте. Делается быстро и просто, пользу приносит. А что еще нужно? А на этом на сегодня все. Оставьте своих пару слов в комментариях об этой самоделке и поставьте лайк, если видео оказалось полезным для вас. подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok